Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать функции. У нас сейчас есть такая вот функция, которая просто суммирует два числа. Мы можем самостоятельно указывать типы параметров и возвращаемого значения у функции, если это необходимо. То есть, например, вот здесь мы хотим, чтобы числа обязательно были целые. Поэтому мы указываем здесь int для этих параметров, а если мы хотим еще и указать тип возвращаемого значения, то мы здесь после круглых скобок ставим двоеточие и указываем тип, который будет возвращаться с помощью return. И таким образом сейчас, если вы посмотрите, у нас функция возвращает 5, так как 2 и 3 складывается. А если мы здесь укажем какие-то, например, дробные числа, то мы тоже видим число 5 в данном случае, потому что они были приведены к целому типу данных. И таким образом можно самостоятельно указывать здесь тип параметров и тип возвращаемого значения. Теперь давайте рассмотрим передачу параметров функции по значению и по ссылке. По умолчанию у нас параметры передаются по значению. Что это значит? Давайте попробуем сейчас разобраться. У нас сейчас есть вот такой пример. Здесь функция, которая увеличивает переданный ей параметр на 10 и возвращает его. Здесь мы создаем переменную и передаем ее в нашу функцию. Выводим результат и просто выводим эту переменную. И в таком случае мы получаем здесь 20 и 10, потому что первый раз у нас это число увеличилось на 10 с помощью функции и вывелось. А во второй раз мы просто вывели ее значение и оно было 10. То есть, как вы видите, переменная b у нас никак не менялась. Мы ее передавали вот здесь в функцию, а сама переменная у нас не изменилась. Но бывают ситуации, когда нужно на эту переменную воздействовать. Для того, чтобы передать параметр по ссылке, вот здесь нужно указать знак амперсенда перед этим параметром. И теперь, если мы вот здесь укажем, что наша переменная a равняется a плюс 10, а здесь мы вернем ее значение. Мы увидим два раза число 20. Давайте еще раз попробуем без этого знака. И видим, что у нас 20 и 10. Но если мы передаем здесь по ссылке наш параметр, то получается, что наша переменная, которую мы создали снаружи и передали в функцию, также была изменена. В этом и отличие передачи параметров по значению и по ссылке. Но главное запомнить, что объекты и массивы передаются в функцию по ссылке. По умолчанию, поэтому им вот такой вот значок указывать не обязательно. Они в любом случае будут переданы по ссылке. Теперь рассмотрим необязательные параметры. Параметром функции можно указать значения по умолчанию. И таким образом они будут необязательные. То есть, если мы их сами не передадим в функцию, они будут использовать значения по умолчанию, которые мы указали. Смотрите, как это можно сделать. Например, переменная вот здесь может записываться через знак равно, значения по умолчанию. А вторая переменная, она у нас обязательна. Вот таким образом указывать нельзя и нужно все необязательные параметры указывать после обязательных. То есть, мы должны сначала указывать те, которые нужно передать. А уже после этого мы указываем те, у которых значение по умолчанию. И в таком случае, если мы передадим здесь одно единственное число 10, например, оно подставится в B, а переменная A у нас будет равна 10 по умолчанию, так как мы ее сами не передали. И получится у нас результат 20. Если мы, например, передадим значение для переменной A, то оно подставится и уже будет высчитываться именно с этим значением, а не с тем, которое указано вот здесь по умолчанию. Теперь давайте посмотрим, как можно передать функцию любое количество параметров, которое неизвестно сначала. Для того, чтобы нам передать любое количество заранее неизвестных параметров, мы должны указать вот здесь три точки перед переменной. И в таком случае, вот эта переменная будет рассматриваться как массив. Давайте рассмотрим вот такой вот пример функции. Здесь перед аргументом мы указываем три точки. И в таком случае, вот этот аргумент items будет рассматриваться как массив. То есть, если мы теперь при вызове функции передадим какое-то количество аргументов, неважно какое, здесь функции, мы сможем с помощью цикла forEach, например, обрабатывать все эти аргументы, и они будут у нас добавлены в массив items. И здесь мы берем по массиву items, проходимся в цикле, и выводим каждый элемент, который называется у нас arc, на текущей итерации цикла. И теперь, как вы видите, мы выводим все эти названия. Дальше здесь уже не важно, какое количество здесь аргументов. То есть, сколько бы здесь мы не передали аргументов, они будут все у нас выводиться с помощью вот такой вот конструкции. И нам не надо точно знать, сколько их будет заранее. Мы вот так вот с помощью трех точек указываем и обрабатываем всю вот эту вот конструкцию как массив. Также можно использовать эти три точки для обратного случая. Например, у нас есть функция, которая принимает четыре параметра и выводит их, например, или делает что-то другое. Чтобы передать функцию четыре аргумента, мы можем взять какой-то массив, который состоит из четырех элементов, и с помощью трех точек передать данный массив. И каждый из этих элементов вынесется как отдельный элемент и подставится, соответственно, PHP в параметр A, JS в параметр B и так далее. То есть, таким образом можно делать и обратные манипуляции. Я надеюсь, это видео по работе с функциями вам понравилось и было полезно. Обязательно оценивайте это видео, комментируйте, делитесь с друзьями. И до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok